Лука Дорогие ребятушки, а хотите, я вам сказку расскажу, ну, тогда мы слушаем. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубит ом. И гроб, и ночи, и пот ученый, все ходит по цепи. Идет направо, песни заводит. Налево сказку говорит. Русалка на ветвях сидит. А где же русалка? Я же соскальзываю. Ну я же соскальзываю. На неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. Это всего присказка. Подожди, сказка будет впереди. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой золотую. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечием. Отпусти ты, старче, меня в море. Дорогой за себя дам откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. «Бог с тобой, золотая рыба, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Вратился старик к старухе, рассказал ей великое чудо. «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, — говорила рыбка, — домой в море синее просилась. Дорогую ценой откупалась. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». «Дурачина ты, простофиля! Не усумел ты взять с рыбки выкупа! Хоть бы корыто новое попросил, наша-то совсем раскололась!» И снова старик выйдет в море, и снова он невод забросит, Кого-то поймает, что-то попросит. «Ну, жадность, ребята, к добру не приводит, И кончится дело все тем же корытом, Но только не новым, а старым, разбитым». «Я веду гормон на шум合 It3» КОНЕЦ